Наконец-то, настал момент, после двух месяцев мы встретились с Алексисом, который приехал из Чили, чтобы, ну, сейчас он нам расскажет, зачем, и он мне что-то привез. Сейчас я поверну камеру, и он нам расскажет свою историю. И можем начинать. Давай, расскажи чуть о себе, откуда ты? Привет, меня зовут Алексис, я из Чили, приехал учиться русскому языку в университете Герцена. Я изучаю право в Чили, заканчиваю магистратуру по международным отношениям, и как раз последний год изучал Россию, российскую политику, и решил приехать. И на самом деле решил податься просто на стипендию. Спасибо огромное России за то, что выдали мне стипендию, я смог приехать, все покрыли. Я живу в общежитии. Ну, на самом деле, достаточно удобно, ничего особенного. Ну, очень рад, счастлив, жить здесь. Примерно месяц назад я приехал, полтора. В сумме нас, чилицев, здесь около 20 человек в России, в разных университетах. В Москве, здесь, в Сибири тоже есть пара человек. Мы все из Чили здесь разъехались по разным местам. И здесь я познакомился с Хаймой. Да, с первого дня мы дружим. А он тебя еще до этого знал. По ютубу. И ты тоже, да, был моим подписчиком, потому что ты мне написал в инстаграм, в запрещенную сеть. Да. Я пару раз тебе писал, и я тебе написал, еду к тебе в Россию. Еду к тебе в страну, в Россию. И я был здесь, в Кубке конфедерации, был в Сочи. Это в каком году было? В девятнадцатом, не, в семнадцатом. А, до Чемпионата мира. Да, Куба конфедерации, это подготовка к Чемпионату мира. И я поездил по России, очень мне понравилось. И как раз я заканчивал свой диплом, думаю, надо ехать. Я бы приехал год назад, но тогда еще были маски, пандемия, ковид. И я решил подождать. А в этом году думаю, да или да, поеду, надо ехать. Поэтому я подастся на стипендию. Все перезачел. Дипломы, которые нужны были. Всю техническую часть заполнил. Пошел в посольство российское. В Чили, в Сантьяго. И все отлично. Весь процесс прошел отлично. И здесь я только временно изучать русский. Дальше я не остаюсь учиться в магистратуре. А, ну то есть просто приехал на год, поучиться. Все, что смогу выучить. Да, сложновато с языком, если честно. Да, но я постараюсь на максимум выложиться. И покайфовать здесь, попутешествовать. Хочу в Казань съездить. Снова в Сочи. Да, здесь далеко все. Возможно, в Транссиб съездил. Много планов? У нас очень много занятий. Каждый день. В субботу, в воскресенье не успеваем далеко куда-то съездить. Да, представляю. И нельзя пропускать занятия? Нет. У нас очень требовательная преподавательница. Не можем. Не думаю, что она разрешит не приходить. Нет, не может. А знаешь, что я ездила в Транссиб? Нет. Да, я два раза ездила. Да, с иностранцами. Но мы с остановками ездили. Восемь городов? Да, конечно. Так можно побольше посмотреть. Да, я всегда думала, что как-то странно просто садиться на поезд и семь дней ехать, не посмотреть никакие города на пути. Да, иначе в окно ничего не видно. И ты летом или осенью, зимой ездила. Я в апреле и в мае. Здесь во время холода, конечно, тяжело. Сильно холодно для тебя? Ну да. Я маленький жил в Патагонии, но здесь холод другой. Конечно, это все решаемо. Знаешь, ты пахнешь чили? Почему? Не знаю, может быть, какой-то особенный парфюм оттуда. Надеюсь, это что-то хорошее. Не, серьезно, серьезно, пахнешь как чили. Надеюсь, это что-то нормальное. Да, да, конечно, конечно. И лететь сюда долго было. Да, Концепцион, Сантьяго, потом Париж, Хельсинки. И оттуда на автобусе. Мы пересекли границу и поехали в Санкт-Петербург. Там очень все серьезные на таможне. Очень долго нас там досматривали. Сколько часов? Ну, просто раз проверили, два проверили. Но как-то очень сурово там они себя ведут. Но, конечно, это все индивидуально. Но, наверное, это из-за того, какая граница тоже зависит. Да, и, конечно, мы иностранцы. Когда едешь в другую страну, в Россию особенно, просто мы уважаем закон и власть. Мы не приехали ничего менять. Мы просто приехали посмотреть, адаптироваться, попутешествовать. Это мой совет, если вдруг кто не знает. Но это логично звучит. Но иногда логика, знаешь, не помогает. Но мы, конечно, осторожно себя ведем. Но я когда в Чили приехала, все очень хорошо ко мне относились. И хотя Чили совсем далеко не самая теплая страна Латинской Америки, но мне всегда показывали, разные места водили. А здесь... Как для тебя был этот период? Был ли шок? Я совсем немного еще увидел, побыл здесь. Конечно, серьезное. Когда обслуживают, серьезное. Но в то же время милое. Обходительное. Я не знаю. Вам надо дружить с русскими? Или как вы поймете? Что будешь рассказывать, как ты с испанцами тут гулял? Ну, на самом деле, пока очень мало времени прошло. И холод, если честно, как-то выходить не хочется. Может быть, летом мы бы, конечно, ходили гулять. Ну да, да, отмазка принята. А сейчас говорят, что в апреле только снег, да, пройдет? Ну да, где-то в марте. Ну, надеюсь, раньше. Насколько раньше, сколько возможно, пусть уходит. Говорят, что здесь вечеринки классные, интересные. Будем ходить. Посмотрим, что будем делать на Новый год. На самом деле, два Рождества нас ждет? А, да, ваш. Но наши, если честно, не очень веселые. Нет? Мы думали, что вы гуляете, празднуете. Да, на Новый год, да. А Рождества нет. А вы что будете делать на Рождество ваше? Ну, я думала, наверное, на выходные слетать в Сантьяго. Но нет, конечно, немножко далеко. Я здесь буду. Смотрим, может быть, с чилийцами объединимся, что-то организуем. А в Питере много их? А, ну вот где-то 20. В Питере? А? Я думаю, во всей России 20. Нет. Именно в этом году у нас приехало 20 человек. Еще раньше приезжали, и они по всей России. Я тоже хочу познакомиться. Ну, не всех знаю, я не со всеми встречался. И надеюсь, что мы как раз пойдем куда-нибудь сходим. А я вообще не знаю здесь чилийцев. В Москве, да. Но вообще их очень мало. Здесь, конечно, есть ассоциация студентов чилийских. А испанцев нет, например. А чилийцев есть. Вконтакте у них есть группа даже. Да, если хочешь, познакомимся. Тех, кого я уже знаю. Но я должна признаться, что почему-то именно с латиноамериканцами, особенно которые здесь живут, в России, могут мне написать просто в Инстаграме, типа, а, привет, знаешь, я там приеду в Петербург на пару дней, и мы вот так можем встретиться просто на интервью. Иногда я думаю, господи, с кем-то незнакомым русским, никогда в жизни так не сделала. Тут почему-то есть доверие. Ну да. Ну мы как-то потеплее, да. Мы, конечно, разные. Например, в Чили. Мы не с Карибского моря, да, они там... Аргентинцы, да, уругвайцы, чилийцы. Мы отличаемся от других. Да, мы не живём на пляже, не тусим весь день. У нас тоже снег. А при чём здесь погода? Ну, наверное, холод всё-таки. Именно климат. Люди разные тоже. Не знаю. Например, когда ты написал, типа, я твой подписчик, знаешь, поеду в Россию. Хочешь, я тебе привезу манхар, варёную сгущёнку? Нет, я сказала, что тебе привезти. Да, и я сказала, манхар, варёную сгущёнку. Господи, что я ещё могла попросить? А ты пробовал русскую версию сгущёнки? Ну, надо попробовать. Немножко другая она. А, вот он. Прямо из чили. А, вот наклеечки. Много сахара, много калорий. А, ну, раньше были наклейки, а теперь прямо там напечатано. Ой, а сейчас, если открою, наверное, не смогу отвести. Спасибо огромное. Да, я обниму. А, вот тоже культурный шок. Я-то наклоняюсь, да, поздороваться. А девушки такие, ой, что он хочет. Да. А он два поцелуя, две щёчки даёт. Раз, раз, два раза. Два раза стыдно. Потому что сейчас, я сейчас интервью с девушкой, с Дашей проводила, и я её спросила, когда у нас были караоке мероприятия с вами, и она, говорит, пришла, и типа, ой, много людей, я не могу так сразу начать общаться и свободно себя чувствовать. Да, и поэтому я уже привыкла. Я всегда спрашиваю, как здороваемся? Да. Если не в щёчку, то, может быть. Да. И я уже стараюсь избежать конфликта. И на самом деле, да, я тоже, когда сначала с испанцами познакомилась, испанские учила, они такие тактильные, и я такая, ой, 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 что это? А потом привыкаешь. Но мне кажется, так лучше, так как-то более дружелюбный мир. Ну что ещё расскажешь? Это, вообще-то, интервью про тебя и в России. Ну что тебе рассказать? Что тебя удивило? Положительно удивило. Безопасность. Ну, объясню тебе. Я сказала, когда друзьям, что еду в Россию, все мои друзья, вау, как круто, ты едешь в Россию. Не то, как вот в Испании. Хай мы отнеслись. В Чили хорошо на Россию смотрят. Мы не видим вас как врага. У нас, на вас хороший взгляд. Мы вас видим хорошо. Может быть, после чемпионата мира, когда показывали чемпионат мира, всё так красиво, люди, красивые, храмы. И мы хорошо на вас смотрим. Вы для нас не враги. И поэтому, конечно, по сравнению с ним, да, когда ему говорят, типа, ты куда? В пасть прямо тигру лезешь. А нет, я, во-первых, не боялся. И здесь никогда не испытывал страха, пока здесь живу. Очень-очень безопасно. И как ты это ощущаешь? Как ты понимаешь, что вот безопасно? Ну, это просто воспринимается так, чувствуется. Я не смотрю постоянно, кто сейчас украдёт у меня что-то. Да, я в Сантьяго так не оставила сумку. Да, нет. Я её сюда между ног поставил и не выпускал. Даже будучи мужчиной? Да. Ну, конечно, там не так всё плохо в Чили. Говорят, что сейчас хуже стало, да? За пять лет. Да, немножко хуже. Но надеемся, что власти наконец-то серьёзно это воспримут. А это что за фраза? Да, мы так говорим, наденут длинные штаны. В смысле, что начнут серьёзно относиться к чему-то. А, вот ты смотрел интервью с девчонкой, я снимала, которая в Чили живёт. Которая модель? Ну, нет. Ну, все модели там, да? Конечно, когда переезжают, все сразу моделями работают. Нет, они познакомились по интернету в Москве, жили с чилицем, поженились. И вот в этом феврале переехали в Сантьяго, и она рассказывает, что её просто из дома одну не выпускают, что говорят, что небезопасно. Ну, нет, конечно, не так всё плохо. Ты знаешь, что на меня напали, да, в Чили? Да. В парке Сан-Кристово, да, в центре. Ну, я сама миновата, я не жалуюсь. Может, в любом месте произойти, если так вечером ходить. Например, здесь вы все ходите с украшением, там сразу укротут у вас это всё. А там как раз у меня автобус в Сантьяго, в университет шёл, выходил с Гресия, станции метро, и я там просто один раз иду, с украшениями, и один чувак из моей группы говорит, чилиц, ты что здесь ходишь? Что, с ума сошла? А я гуляю нормально, в одежде такой красивой. И я поняла, что там очень рядом всё. Вот здесь вроде безопасно, и за углом, может быть, уже очень опасно. Да, есть части, где так чисто, идеально, и буквально два шага, и там всё уже сложно. Это пока надо исправлять. Но мы находимся на стадии роста. Да, какое-то время ещё будем находиться в этой стадии. Конечно, надо, чтобы побольше людей вышли из состояния бедности откровенной. Конечно, мы по сравнению с другими странами Латинской Америки, у нас всё прекрасно. Но пока. А в Чили посоветовала бы поехать жить русской девушке или кому-то русскому? Да, конечно. Там лучше, чем здесь? Не знаю, лучше или нет. Но если кто-то захочет переехать, будет хорошо там жить. Если одинокая девушка никогда не останется без парня. Одинокой, грустной, не будет там жить. А на самом деле мне рассказали, что какая-то девушка Инна там сняла квартиру, её обманули. Типа сдали ей что-то, что на самом деле было нелегально. А теперь живёт у какого-то подписчика моего. Наверное, в интернете нашла что-то. Не знаю. Надо интервью взять. А здесь то же самое, да, говорят, происходит? Не знаю. Мне сказали, здесь то же самое. Тут записывается? Всё, всё нормально. У меня мало батарейки оставалось. Да, везде надо о себе беспокоиться, беречь себя. О, я надеюсь, тебе понравится. С огромной лаской привёз это. Спасибо огромное. Потому что я, когда ты мне написал, первый раз, когда приехал, я думаю, ой, чего это я буду тут с ним видеться? А потом, ты пришёл на мероприятие, я думала, может, ты его уже кому-то подарил. А, нет, в тот раз я тебе сказал, что здесь его не купишь, да, я его для тебя сохранил. Спасибо огромное. Да, даже чилийский, чилийский флаг. Ну, давай тогда через какое-то время ещё поговорим, когда ты уже привыкнешь. Не знаю, ты с русскими поговорил на нашем мероприятии караоке? Ну, у него лучше получается налаживать коммуникацию, по-русски чуть больше говоришь, по-английски, по-французски говорю, чуть-чуть по-немецки. Ну, чуть-чуть говорю, да. А я только на чилийском говорю. На чилийском. Ну, ладно. Тогда спасибо, на сегодня всё. Давай, ты веди дневник истории, чтобы в следующий раз мне рассказать. Да? Ну, есть у нас пара интересных историй, да? Ага, теперь да. Но на камеру нет. Блин, ну ладно, всё. Всем пока-пока. Если есть вопросы, задавайте, чтобы в следующий раз мы уже что-нибудь ещё вам рассказали, ответим на вопросы. Спасибо, спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok